Субтитры делал DimaTorzok Первая леди Мегрибан Алиева посетили по этому случаю могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Азия Сланова. По случаю 79-летней годовщины исторической победы над фашизмом президент, победоносный верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мегрибан Алиева посетили могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Азия Сланова. Возложили цветы к памятнику, почтили память всех сынов Азербайджана, погибших в войне. Субтитры делал DimaTorzok Азербайджан сыграл большую роль в достижении этой победы не только благодаря живой силе, но и технике, а также природным ресурсам. Состоящие из азербайджанцев 77-я, 223-я, 336-я, 402-я и 416-я стрелковые дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина. Азербайджан поставлял 70% нефти, 80% топлива и 90% смазочных масел. Поэтому на Баку у фашистской Германии были особые планы. Потому что в случае захвата Баку советская армия осталась бы без топлива. В войне 1941-1945 годов приняли участие более 600 тысяч азербайджанцев. Более 300 тысяч из них не вернулись с войны. В той войне более 170 тысяч солдат и военнослужащих были награждены различными орденами и медалями. Более 130 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Война 1941-1945 годов – славная история нашего народа. Спустя годы победа над фашизмом не теряет своего значения. Это глубокое уважение к истории и прошлому – показатель ценности заслуг народа. Первый вице-президент Мирибан Алиева поделилась публикацией по случаю 9 мая дня победы над фашизмом. В публикации говорится «Поздравляю всех наших ветеранов с 79-й годовщиной победы над фашизмом. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, нашей Родине мира и спокойствия». Посольство Азербайджана в России совместно с представительством фонда Гейдара Алиева в Москве организовало «Вечер памяти», посвященный 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, руководители дипломатических миссий, известные общественные деятели России, активисты Азербайджанской молодежной организации России и представители Азербайджанской диаспоры. Подробности в видеоматериале нашего собственного корреспондента в России Закира Мусаева. В 1984 году сотрудник газеты «Восточно-сибирская правда» Валерий Карасьев сопровождал Гейдара Алиева во время поездки на Байкало-Амурскую магистраль. Весь путь от Усть-Кута до Тихого океана фотокорреспондент снимал встречи Гейдара Алиева с местным руководством и героями БАМа. Материалы с этой поездки – 1600 снимков – фотокорреспондент передал в дар посольству Азербайджана в России. Небольшая часть этих фотографий была представлена участникам вечера. Он сделал чрезвычайно много и в советское время. Совсем недавно мы отметили 50-летие Байкало-Амурской магистрали, строительство которой неразрывно связано с именем Гейдара Алиевича. И он создал сегодняшний Азербайджан, который идет по пути им заложенному. Я уверен, что он видит сегодня свой родной Азербайджан и гордится своим сыном, президентом Азербайджана, Ильхамом Гейдаровичем, который, выполняя заветы своего великого отца, сделал Азербайджан одной из самых процветающих стран. Ильхам Алиев вернул домой Карабаху. Не случайно 22 апреля, когда встречались два президента, Владимир Владимирович Путин и Ильхам Гейдарович Алиев, значительная часть их встречи была посвящена памяти Гейдара Алиевича Алиева. И встреча с ветеранами Байкало-Амурской магистрали, это было еще одно свидетельство того, что в России по сей день вспоминают добрым словом ту огромную работу, которую вел Гейдар Алиевич в качестве одного из руководителей Советского Союза. Я думаю, что это особое время с 1982 по 1987 год, когда он сумел сделать очень многие вещи. Прежде всего, добиться того, чтобы Байкало-Амурская магистраль продолжала строиться. И это очень важно сегодня, для сегодняшней России, потому что эта дорога на восток, она в высшей степени важна, и она находится, так сказать, северной, чем Транссиб, она дальше от границ Российской Федерации. Так что одно это деяние уже вписало его имя в страницу истории России. Выступая на вечер памяти, общественные и политические деятели также отметили, что в начале 1990-х годов, в период невероятных потрясений, именно Гейдар Алиев спас страну. Гениальный сын азербайджанского народа многое сделал и для всего Советского Союза. Было особо подчеркнуто, что заложенный Гейдар Алиевым политический курс сегодня успешно реализуется. Президентом Ильхамом Алиевым и Азербайджан в настоящее время проводит независимую политику в соответствии со своими интересами. Если бы Гейдар Алиевич Алиев был первым секретарем ЦК КПСС, а потом, возможно, и президент Советского Союза, то бы мы жили все сегодня в одной стране. Для меня это главное. И в этом убеждены многие эксперты. Многие эксперты. Это первое. Второе, что бы я хотел сказать, мы знаем его морально-нравственные качества, духовные и душевные качества. Но нужно сакцентировать на том, что когда он понял, к чему ведет, себя перестроит, он вышел с высочайшего поста по собственному. Это другого, я не знаю, такого всего. Это говорит просто о таких внутренних чувствах у человека. Насколько он переживал за страну, что получил инфаркт. Это же поразительно. Там мало кто знает. И после этого он возродил Азербайджан. Дар Алиев – это выдающийся политик и историческая фигура сегодня. И отмечая очередную годовщину 101-го со дня его рождения, мы в России отдаем дань уважения и памяти этому выдающемуся человеку, которого помнят, любят, и память о котором сохраняется в российском народе. Конечно, это связано в первую очередь с теми огромными свершениями, которые совершил Гейдар Алиев на посту первого заместителя, председателя Совета Министров СССР. Он курировал важнейшие инфраструктурные проекты Советского Союза. И нынешняя Байкало-Амурская магистраль – это, в общем-то, памятник Гейдару Алиеву, потому что этот железнодорожный маршрут во многом был построен, запущен и функционирует до сих пор благодаря воле, настойчивости и упорству. Мы прекрасно понимаем, что нынешние успехи Азербайджана были возможны на том фундаменте, который создал Гейдар Алиев. На мероприятие был показан документальный фильм «Ильхам Алиев. Клятва. 20 лет спустя первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС заслуженного журналиста России Михаила Гуслана». Захер Мусаев, Мишу Клаваев, Российское бюро Азербайджанского телевидения, Москва. Обе стороны надеются, что мирное соглашение будет подписано до предстоящего в ноябре в Баку саммита КОП-29. Об этом заявил представитель президента по особым поручениям Эрчин Амирбеков в интервью французской газете «Фигаро». По его словам, сам Никол Пашинян хочет превратить свою страну в логистический хаб и понимает, что единственный путь к этому – мир в регионе. В статье широко комментируется процесс нормализации азербайджано-армянских отношений. Руководитель международной организации и работодатели Роберто Суаре Сантос находится с визитом в нашей стране для наблюдения за подготовкой к предстоящему в Азербайджане КОП-29. Одно из основных направлений деятельности этой структуры связано с сохранением рабочих мест в процессе перехода к зеленой экономике. На глобальном уровне ускоряется переход к зеленой экономике, обеспечивающий благосостояние людей, социальную справедливость, резко снижающую экологические риски. Поэтому большую значимость в мире имеют мероприятия, нацеленные на расширение зеленой экономики для достижения устойчивого развития на фоне загрязнения окружающей среды, истощения природных ресурсов и растущего спроса. Основная цель – защитить справедливый переход, потому что за изменением климата меняется экономика. Продолжается переход к более зеленой экономике. Однако одним из важных вопросов здесь является необходимость сохранения в этом процессе рабочих мест. И даже должны быть созданы новые рабочие места. Потому что без рабочих мест, без обеспечения людей занятостью мы не сможем добиться устойчивых результатов. Второй вопрос – обеспечить активное участие в этом процессе бизнес-структур отдельных стран. Создание нового поколения профессий в разных странах может происходить по-разному, поскольку каждая имеет свои стандарты и цели. У Азербайджана сильный сельскохозяйственный сектор. И речь в этом секторе идет не только об исчезновении некоторых профессий, а о трансфере, то есть переходе на другой уровень. Основная проблема, с которой сталкиваются в этом процессе страны, заключается в том, что у них нет системы прогнозирования этого заранее. В связи с этим проводились различные опросы. Какие профессии могут измениться, какие появиться. Это должно быть определено в каждой стране. И в соответствии с этим должна проводиться политика. Например, какими дополнительными навыками должны овладеть сельскохозяйственные работники, чтобы могли сохранить за собой рабочие места. Следует отметить, что международная организация работодателей, в которую входят более 155 структур из 144 стран, была учреждена 104 года назад. Эта организация, созданная с целью защиты интересов работодателей, также занимается определением нового поколения профессий путем формирования инновационных идей в сфере занятости. Эльнара Хасенова, Ниджат Гассумов, Орхан Сафаров, Ксения Анисимова, Новости АСТВ. К другим темам. Армянские СМИ сообщают, что начавшийся 4 мая Ставушевского района марш добрался до Еревана. Следует отметить, что протестное движение началось 19 апреля после того, как по итогам 8 заседания Госкомиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией владоступна договоренность о начале делимитации Ставушевской области. 4 мая под руководством архиепиского Баграта Галстаняна начался марш на Ереван. Наша страна впервые принимает участие в одной из крупнейших в Европе мероприятий в области садоводства – выставке «Макфрут». Наша продукция демонстрируется в павильоне «Мэйден Азербайджан». Наша страна на выставке «Макфрут» представлена в рамках совместной программы сертификации Университета Ада и Болонского университета по устойчивым системам садоводства. С этой целью участники программы находятся в Болоне. А завтра завершится последний модуль программы – одна из крупнейших в Европе выставок в области садоводства «Макфрут». На экспозиции времени представлены отечественные компании, экспортирующие произведенные в нашей стране фрукты, овощи, специи и упакованные продукты питания, в том числе некоторые структуры, играющие роль в формировании пищевой цепочки. Мы рады, что Азербайджан представлен на «Макфрут» столь прекрасным стендом. Эта инициатива реализуется в рамках сотрудничества Университета Ада и Болонского университета в сельскохозяйственной сфере. Этот проект поддерживает правительство обеих стран. Как президент двусторонней торговой палаты, я очень рада, что это оказывает влияние на бизнес, вносит вклад в развитие контактов между итальянским и азербайджанским бизнес-сообществами. Совместная программа сертификации предложена Университетом Ада и Болонским университетом. Цель программы – наладить связи между представителями Азербайджана и Италии. Эта программа предусматривает многосторонний подход, охватывает управление садоводством, хранение продукции, использование новых технологий и другие вопросы. Первая часть совместной программы сертификации была организована в Баку, а сегодня мы на Макфрут, который является одной из самых значимых выставок Италии. Следует отметить, что выставка Макфрут – партнер совместной программы сертификации по устойчивым системам садоводства. Эта программа служит платформой для диалога между азербайджанской и итальянской сторонами, занятыми в сельскохозяйственном и продовольственном секторах. В ходе реализации программы участники посетили лаборатории по садоводству, экспериментальные плантации и сады, ознакомились с передовым опытом и новой научной практикой в этой сфере. Кемаль Азиз Казы, Генуай Буниадзаде, Новости АСТВ. Прошло пять лет с момента создания первого центра ДОСТ. За этот период были сданы в эксплуатацию еще четыре центра ДОСТ. В ближайшее время планируется открыть 17 новых региональных центров ДОСТ и помимо этого создать 55 их филиалов в близлежащих районах. Тем самым вся территория страны будет охвачена услугами центров ДОСТ. Изменения наблюдаются и в характере обращений за услугами в центры. Какие именно, узнаем из репортажа моей коллеги Фидан Гусейновой. ДОСТ, обслуживающий около 2 миллионов 200 тысяч граждан. Это статистика центров ДОСТ, которая действует в стране уже пять лет. Концепция ДОСТ позволила оказывать 159 социальных услуг по 15 направлениям на основе системы единого окна. Прозрачно-оперативно с целью обеспечения удовлетворенности обращающихся лиц. В целях повышения качества услуг, предоставляемых в центрах ДОСТ, проводится оценка удовлетворенности граждан. В настоящее время этот показатель превышает 97%. Это деятельность, связанная с пенсионным обеспечением, социальными пособиями, стипендиями, инвалидностью, трудоустройством, усыновлением, опекунством. То есть здесь сконцентрированы все направления. Общее время обслуживания составляет около 7 минут, время ожидания около 3. То есть наши граждане могут воспользоваться нашими услугами в течение 10 минут. Первый центр ДОСТ начал функционировать 5 лет назад, 9 мая 2019 года. В настоящее время в Баку действует 5 центров и по одному центру в Обширонском и Бординском районах. Всего 7 центров. Предпринят первый шаг и для создания центров ДОСТ в наших регионах, освобожденных от оккупации. В мае 2022 года в селе Агалы Зангеландского района открылся первый пункт обслуживания «Смарт-ДОСТ». Основным нашим направлением являются услуги в сфере социальной защиты. На втором месте вопросы занятости. В последнее время мы наблюдаем такую тенденцию, что услуги в сфере социального обеспечения сокращаются, а количество услуг в сфере трудоустройства, наоборот, немного увеличивается. Это связано с дальнейшей электронизацией услуг в сфере социальной защиты. То есть гражданин, буквально не выходя из дома, решает вопрос с обращением в социальной сфере. В ближайшее время планируется открыть 17 региональных центров ДОСТ и еще 55 их районных филиалов, тем самым охватить услугами всю страну. В настоящее время проводятся проектировочные и ремонтно-строительные работы по созданию инфраструктуры центров ДОСТ в Новчеване, Шуше, Кубе, Сабирабате, Сумгаите, Гянже и Масаллы. В связи со 101-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева завтра, 10 мая, на некоторых улицах и проспектах столицы будет ограничено движение транспорта, изменено направление движения. В связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения. 10 мая с 8 утра и до окончания церемонии будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающихся с проспектом парламента. В связи с этим будет ограничено и изменено направление движения всех транспортных средств на пересечении улиц Микаэля Мюшвига и проспекта Гусейна Джавида, на пересечении круга Микаэла Мюшвига и проспекта Мэтфуат, улицы Мехтигусейна перед зданием телетеатра, от пересечения улицы Иззата-Набиева, Абаскула-Басады, то есть позади административного здания Милимачлиса, в сторону проспекта парламента, аллеи почетного захоронения. Водителям рекомендуется как можно меньше пользоваться личными автомобилями при движении по угасным направлениям и отдавать предпочтение общественному транспорту. По номеру горячей линии АСТВ Хабяр 051-511-1956 посредством WhatsApp и Telegram вы можете сообщить о событиях, свидетелями которых стали, высказать свои предложения и замечания. А у нас все новости к этому часу. Благодарю за внимание, всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова